Перед баскет-холлом на территории более 20 гектаров развернулись казачьи подворья, в которых до мельчайших подробностей воссоздали старинный быт. Свои курени представил каждый из 44 районов Кубани. Анапа не исключение. Мы выставили свой курень, представили наших умельцев, которые занимаются народными промыслами, поставили также наших виноделов, которые проводят дегустацию, всем нравится. Здесь у нас в центре интересный винный фонтан поставили, ну и хата. В общем, создаем замечательное настроение при помощи наших творческих коллективов. Весь кубанский колорит был отражен в анапской экспозиции. Свои работы привезли лучшие мастера курорта. Изделия из бересты, гипса и глины вызывали неподдельный интерес у каждого, кто заглянул в анапское подворье. Агропромышленную отрасль курорта представили анапские виноделы. Они не только рассказывали о технологии производства вина, но и давали попробовать его на вкус. Очень интересно. Правда, очень жарко сегодня. Для виноделов это большая проблема. Вина греется. Нас спасают холодильники. Вовремя подключили электричество. Организация на высоте. Очень понравилось. Винодельня Бердяевская хорошо представлена. Очень много народных промыслов. Для детей интересная выставка. В общем, очень замечательно. Хор здесь, фрукты, овощи. Очень нравится. Думала, что город Красноярск такой прекрасный. А здесь еще прекрасней. Здесь столько красоты, столько радости в людях. Очень понравилось. Я первый раз. И мне даже напоминает, как будто где-то такой вот, в такой я попала. Рай. Мне очень понравилось. Спасибо вам за такой праздник. Кроме куреней, на площади были также представлены основные достижения Краснодарского края в аграрном и промышленном секторах экономики. В сфере сельского туризма и развития традиционной культуры работали презентационные инсталляции краевых министерств и ведомств, концертные и интерактивно-развлекательные программы, мастер-классы от народных умельцев Кубани, где каждый посетитель смог не только увидеть, как создаются образцы традиционной материальной культуры, но и изготовить их своими руками. Для маленьких кубанцев работали аттракционные и детские игровые программы. А внутри баскет-холла прошла торжественная часть, где губернатор поздравил жителей края с праздником, а затем выступили лучшие творческие коллективы Кубани. А вечером кубанцев ждал еще один сюрприз. Для них выступил народный артист России Олег Газманов и арт-группа Хорт Турецкого. Легендарные артисты вместе с лучшими кубанскими коллективами устроили всенародное караоке «Поем всей Кубанью». Завершились торжества по традиции грандиозным салютом. Завершились торжества по традиции грандиозным салютом.